Как-то после записи первого альбома мы сидели и прослушивали что получилось и после записи я сказал все буду играть детские песенки так вот по сегодняшний день играю я бы большинство своих песен именно так бы и назвал но я наверное единственный человек из наших ребят который играл то что действительно хотел и по сей день играю я не ограничиваю себя рамками когда-то играл панк но теперь это стало неинтересно просто играю то что хочу и все привет всем поклонникам творчества дима кузьмина которого лучше знают под ником черный лукич предыдущих роликах я уже рассказывал откуда это прозвище взялось как дима побыл мятежным панком а потом перешел на светлую сторону и начал исполнять добрые и трогательные песни ссылки на эти ролики вы как обычно найдете в описании ну а я перехожу к 3 завершающей части обзора избранных песен черного лукича забавно что моё очень запоздалое увлечение творчеством черного лукича началось именно с песней вересковый мед думаю многие из вас знают что также называлась баллада роберта льюиса стивенсона где рассказывалось про двух пиктов готовых умереть лишь бы не открыть шотландскому королю захватчику рецепт национального напитка еще в 1993 году я сочинил на эту балладу собственную песню которой чего греха таить немного гордился и ревниво следил не написал ли кто-нибудь на этот стих что-нибудь получше дело в том что когда я учился был маленький а я тоже когда-то был маленький то у нас это входило в обязательную школьную программу и все мои ровесники эту балладу знали наизусть но суть не такая о том что в шотландии жила маленькое племя таких низкорослых людей медоваров неких которые были очень мирные и варили замечательный напиток вересковый мед который был который был слаще меда и пьянее чем вино но пришел король шотландский безжалостный врагам и согнал он бедных пиктов скалистым берегам и все племя было уничтожено но так шотландский король и не узнал секрета верескового меда и осталось всего двое старик и его сын король сказал я вас буду очень сильно мучить но секрет верескового меда вы откроете и старик сказал я открою секрет но мне стыдно это делать при сыне бросите моего сына с высоких скал в море и сына бросили и тогда старик сказал правду сказал я шотландцы от сына я ждал беды не верил я в стойкость юных не бреющих бороды а мне огонь не сражен пускай со мной умрет моя святая тайна мой вересковый мед так вот где-то в 2003 году рыская по интернету я наткнулся на одноименную песню черного лукича правда казалось что песня вовсе не переложение баллады стивенсона на музыку отдельное оригинальное произведение тем не менее она мне понравилось я начал рыскать по сети дальше наткнулся на альбом девочкой рысь и пошло-поехало в принципе посыл песни черного лукича был ясен он пел о том что даже в самые безнадежные моменты жизни нельзя отчаиваться и отказываться от того во что ты веришь и что ты любишь будь это близкий человек или сочинение песен такой себе оптимистический стоицизм очень трудно не соваться за веревочку держаться глядя в кустах декабря и в тисках морозной стужи стал сам себе не нужным но останусь жить для тебя как сон сон и и и и и Но при чем тут все-таки вересковый мед, спросите вы? Ну, лично я воспринимал этот образ песни Димы как символ некой тайны, точнее скрытого таинства творчества. Как тут не вспомнить так называемый мед поэзии из скандинавских мифов? Тот самый, который бог Один в образе орла, похитил у великана Гиллинга и передал своему сыну Браги, богу поэтов. Как оказалось, я был не так уж далек от авторской трактовки этого образа. Мне однажды, я уже живя в Воронеже, съездил в ноябре месяце в замечательный фестиваль в город Михайловка, Волгоградской области. Какой-то такой был удивительный, такой тонкий душевный фестиваль. И я вот рассказал, прочитал и Роберта Льюиса Стивенсона поэмы «Вересковый мед». И понял, что, наверное, эта песня посвящена всем сибирским музыкантам, моим друзьям, моим самым любимым людям, которые, с одной стороны, от каких-то злых врагов берегут тайну этого самого верескового меда под угрозой смерти, добрым людям отдают ее совершенно легко. Следующая песенка называется «Вересковый мед». И она посвящается всем моим друзьям, коллегам, сибирским музыкантам и тем, которым живы, и тех, которых уже, к сожалению, с нами нет. Если вы помните эту поэму, Роберта Льюиса Стивенсона, она рассказывает о секрете вирескового меда, который враг не узнает ни за какие деньги, ни за какие муки. А друзья просто хорошие, получают просто так. Трудно поверить, что эта замечательная песня, написанная в марте 2000 года и давшая название будущему альбому, музыкантам «Черного лукича» почему-то не нравилась. Я бы хотел спеть самую нелюбимую песню моих музыкантов. Почему же он? Вересковый мед. С вас он не любит играть. Мне нравится. Есть песни, которые музыканту нравятся, а его музыкантам не нравятся. Я хочу спеть такую бедную песенку, которую никогда ни один музыкант не хотел со мной записывать нормально. В итоге я нашел одного чудака, басиста. Вот мы с ним практически вдвоем и записали. Вересковый мед. К сожалению, студийная версия верескового меда получилась не только очень скромной поаранжировке, но и лишенной необходимого драйва и задора. Поэтому я всегда предпочитаю слушать эту песню в концертном акустическом варианте. Более живом во всех смыслах этого слова. Тихо в будке карусиной, Тихо в ябке подземельной, В это время надо молчать. Много песен глупых, нежных, Непонятных, безнадежных, Надо мне еще сочинять. Солнце пройдет, Горе пройдет, Долюшка, доля, Висковый мед. Солнце пройдет, Горе пройдет, Долюшка, доля, Висковый мед. Тьэн дам, 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 дам. Будьте BTR. Строчка из верескового мёда про бесполезные старания и три года ожидания стала в чём-то пророческой. А ведь в конце 90-х, в начале нулевых, казалось, что карьера Чёрного Лукича начала идти в гору. У него наконец-то появилась постоянная группа, с которой он активно гастролировал, прилично записанные электрические альбомы и даже директор. Представь, ага, представь, пожалуйста. Так, вот эта младшенька, наш любимый, наш Димка Шатохин, гитарист, это Серёга Тарачук, не менее любимый, это Димка Сердобинцев, барабачик, обожаемый, и наша гордость и краса, наш в ансамбле, наш бас-гитарист Эдик Ким. В общем, парни совсем не звёздные. Что бы там ни говорили о несвоевременности и несовременности песен Димы, я уверен, многие из них вполне могли бы стать настоящими радиохитами, при соответствующей медийной раскрутке. Однако этого так и не случилось. Вот, например, что сам Дима рассказывал о судьбе своей песни «Солнышко». Кстати, эту песню, там такая история, мы же вообще, нас никто нигде не крутит, а тут взяли и по нашему радио, это типа крутанули, и прямо личным указом тогда ещё Михаил Козырева, да, прямо эту песню сказали, и должна эта песня звучать в эфире. Ну, вы сейчас её послушайте и сами проголосуйте. Как известно, бывший директор нашего радио Михаил Козырев терпеть не мог коммуно-фашиста Егора Летова и, видимо, переносил свою неприязнь на всех его бывших соратников. Что там говорили об отсутствии цензуры в капиталистическом обществе? Справедливости радио, надо сказать, что Чёрный Лукич хоть и редко, но всё-таки попадал в телевизионные и радиоэфиры. А после того, как Козырев покинул пост директора нашего радио, Дима появлялся и там. Но вписаться в шоу-бизнес не смог. Или не захотел. Греха таить не буду. Было, значит, у меня несколько лет назад попытки всё-таки каким-то образом вписаться в шоу-бизнес. Ну, это, скажем, не в шоу-бизнес. Ну, то есть, как бы, когда занимаешься 15 лет и всё-таки твои песни как-то слушают и поют, всё-таки у меня возникла какая-то такая лёгкая жаба, что, значит, и мне бы хотел маленько от этого пирога откусить. Но вовремя совет друзей, вовремя одумался и всё-таки остаюсь честным. Хочу быть. Хочу, чтобы после смерти хорошими словами вспоминали. На просторах огромной страны Перепутались кошки и мышки Рок-герои сменили штаны Запылились запретные книжки Антологии мёртвых певцов На прилавках с груди, естественно Кто ещё не построил дворцов А у Папай на терем небесный И допивай свой рок-н-рол Допивай свой рок-н-рол Допивай свой рок-н-рол Паскорей допивай А ведь та же лирическая песня «Солнышко» вполне могла полюбиться массовому слушателю, особенно женской половине. В 2000 году был на фестивале на озере Байкал, тогда был в городе Байкальске. Настолько удивительное, волшебное место. И вот там сочинилась такая песня. Тут же девчонка посвящается, потом все остальное мужикам его посвящается. Послушайте, она такая прямо нашинская. Был дождь, ты в воде так невесомна, Был дождь, непонятный и знакомый. Солнышко в глазах Как известно, песни Димы редко имели внятный сюжет, А образы рождались как бы сами собой, из каких-то глубинных личных впечатлений и воспоминаний. Солнышко не было в этом плане исключением. Хотя стимул для ее написания был самый, что ни на есть понятный. Любовь к девушке. Эта песня называется «Солнышко». У нее такая очень простая и маленькая история. Я ужасно влюбился в одну девушку. Это было на Байкале. А она так и не полюбила. Неудачная любовь к одному учению. Влюбился в девушку. Песню написал. Мне кроме моей жены никто не любит. Улетишь, словно девочкой на шаре. Потеряйся, чтоб вовек не отыскать. Твоя тень зазвенит в речных осколках. А коленки все в грязи, а ладошки все в иголках. Так как песня «Солнышко» обладала всеми чертами потенциального хита, то она была записана в двух разных студийных версиях. Первая вошла в альбом «Вересковый мед», записанный еще в 2001 году. Однако выпуск альбома по разным причинам оказался надолго заморожен. Альбом мы записали. Осенью и зимой перед Новым годом закончили. Но так получилось, что заканчивали мы его в Москве. И сведение, мы не смогли остаться на сведении, отдали московским звукорежиссерам. Они прислали в этот раз это сведение. Так надо нас ненавидеть, чтобы так свести этот альбом. Вообще я не знаю, когда будет возможность его пересвести. Поэтому альбом готов. Но когда он выйдет, скорее, когда он выйдет, непонятно. И хотя в 2002 году альбом все-таки был сведен, на CD он появился лишь два года спустя. К этому времени группа, записывавшая «Вересковый мед», уже не существовала. Сам Дима перебрался из Новосибирска в Питер и успел записать очередной альбом «Мария» с совершенно новым составом и новым звуком. Именно там мы могли услышать еще одну версию «Солнышко». Солнышко в глазах, забудь обиды. Расскажи мне, как я жил и что я видел. Солнышко в глазах, забудь обиды. Расскажи мне, как я жил и что я видел, но запомнить не сумел. Солнышко в глазах, забудь обиды. Альбом «Мария» вышел в 2003 году и был записан в сотрудничестве с группой «Летучие рыбы». Группа представляла собой проект двух тюменских музыкантов. Барабанщика гражданской обороны Александра Андрюшкина и любительница нетрадиционных инструментов Татьяны Тросиненко. Андрюшкина Дима знал еще со времен своей панковской юности. Напомню, что в 1995 году барабанщик помогал Черному Лукичу записывать альбом «Ледяные каблуки». Несмотря на панковский шлейф Андрюшкина, группа «Летучие рыбы» оказалась полным антиподом гражданской обороны и выдавала на гора негромкий, нежный и красивый саунд. Послушайте хотя бы чудесный кавер на песню Алексея Рыбникова из советского фильма про «Красную шапочку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова В таком же звуке был записан и альбом «Мария». Ну, он хороший. Димка поиграл эти новые песенки. Я подумал, какая красотища. Их можно сделать прям так вкусно-привкусно. И мы приступили. Барабанщики, бас-гитарочка, джаз-басик, фендер-рок. Очень хороший, старый. Клавишки. Ну, и куча народных инструментов русских. Там от гусей, домр, басовых, прим и всяких балайчик. То есть, все это было в нашем распоряжении. Можно было из этого извлекать всевозможные чудесные звуки. Он, естественно, предположил, что ох, ребята, представляю, как сейчас на нас ополчится вся эта рок-братья, как мы с вами просто как с солумиными шпагами против танка. Но именно так и должно быть. Но я уверен, что мы правы. Была на этом альбоме и песня, которую Дима Кузьмин не раз называл самой любимой и сокровенной во всем своем творчестве. Давайте я спою свою сокровенную песню. Я вообще думал только о Пашке. Пашку надо послезавтра в армию. Я думал только о Пашке спою ее завтра. Но это не совсем чешно, да? Мы же все серодвинцы. Но это, вы знаете, окей. Да, ладно. Сокровенная вообще. Я вспомнил один момент на конце. Полюби богато и бедно. Ты сказал, полюби любого всякого. И не стал. Но на самом деле это для меня ключевая песня. И очень, может быть, она внутренняя. Но если ты, как говорится, решил стать артистом, что ли, петь со сцены, то, наверное, надо все отдавать. А не держать в себе. Простите, я хочу спеть вам свою самую любимую песню. Она тихая, к сожалению. Называется она «Полюби». Мне очень хочется спеть одну очень хорошую, на мой взгляд, новую песню. Но она такая достаточно личностная и требует определенного такого понимания. Давайте попробуем. Сesso про Selena Quanti Полюби румяна и бредною. Самой сильн-й полюби лбовую. Самой сильный полюби лбовую. Самой видный незаметную. Не знаю, совпадение ли это, но первые строчки песни, по-хорошему наивные и очень христианские по духу, удивительным образом перекликались со стихотворением Марины Цветаевой. Хотя смысл последнего был полностью противоположным. Не люби богатый бедную, не люби ученый глупую, не люби румяный бледную, не люби хорошей вредную, золотой по ушку медную. Загляни-ка, ясно, солнышко, ты в нору в каморку тесную, Только малы вся трава по поясу, а деревья поднебесные. Только малы вся трава по поясу, а деревья поднебесные. После Марии Дима Кузьмин не раз намекал на то, что скоро запишет более драйвовый и роковый альбом. Однако очередной релиз «Полярная звезда» увидел свет лишь в 2011 году и оказался еще более, как бы так сказать, милым и лиричным. Более того, нередко создавалось ощущение, что Дима сочиняет песни каким-то не вышедшим советским фильмом и мультфильмом. Как известно, он вообще был большим поклонником советского кинематографа. Я очень люблю советское кино и очень часто, мне кажется, не то чтобы вдохновение в нем черпаю, а когда жизнь складывается не очень удачно для меня, тяжеловато. Я просто ухожу в мир советских добрых, хороших фильмов, зашториваю окна и каким-то образом восстанавливаюсь. Но я не живу в этом мире вечно, я человек, который достаточно социально активен и работаю. И поэтому я потом снова выхожу в реальный мир, но уже набравшийся сил. При общей такой несколькой фальшивой обстановке в то время в нашей эстраде работали очень хорошие композиторы, очень хорошие поэты и певцы, которые во многом были очень честны в своем творчестве. И таких красивых, по-настоящему красивых песен я больше не слышал нигде. Просто сейчас очень мало подобной музыки делается, создается. Я надеюсь, что я в чем-то являюсь преемником той культуры. Среди самых любимых советских фильмов Дима всегда выделял картину Виталия Мельникова «Старший сын», снятую в 1975 году по одноименной пьесе Александра Вампилова. Фильм повествовал о двух юношах, которые опоздали на электричку и искали, где бы переночевать. Ради этого один из них убеждает местного жителя в том, что он является его внебрачным сыном. Однако спустя время Боутуса начинает мучить совесть. Одним из событий, которые очень сильно изменили мою жизнь, стал фильм «Старший сын», который я посмотрел в девятом или десятом классе. Настолько для меня был глубоким потрясением этот фильм. И после этого мне, ну, грубо говоря, стало стыдно быть плохим. Я надеюсь, что вы меня простите, потому что я, ну, в общем, я рад, что я к вам попал. А я не верю. Скажи, что ты мой сын. Сын ведь, правда? Именно со «Старшим сыном» напрямую связана история одной из самых лиричных песен нового альбома. Идея, вот у меня была мечта, вот я считаю, что «Старший сын» в постановке Мельникова с Евгением Леоновым – это такой удивительный фильм. Я очень жалею, ну, как я, я не могу участвовать там никак. Я пишу фильмы, я пишу песни для этого фильма. Я пишу песни для этого фильма. В надежде, что кто-нибудь будет ставить спектакль, ну, может быть, ну, что, переснимать его у тебя с золотого телевого? Не надо, не надо. Главное роли Олега Мельшикова, как обычно, не надо, не надо. Это туда надо. Конечно, старая мечта – написать какую-то музыку. И вот у меня хороший мой товарищ, Камиль Тукаев, это артист Воронежского камерного театра. Он сказал, что мы когда-нибудь поставим старшего сына обязательно вампиловым, и ты можешь начинать писать песни. То есть, неважно, что это будет через 10-20 лет, лишь бы песни были к этому. И я так периодически, возникает у меня это воспоминание об этом факте. И есть, да, песенка. Она, ну, в общем, да, она к спектаклю «Старший сын». Друзья мои, в суде наших зрителей существует определенное количество, ну, слабого пола, как мы его называем, который во многих вещах сильнее нас. Девчонки, эта песня посвящаешь за вами. То есть, я не буду говорить почему. Нормальная песня, играть пальцами, только пальцами. По совету, по секрету, по тропинкам, по любви Ходят девушки по свету, словно светлые огни. Тут надо сказать, что некоторые из новых песен Дима сначала попробовал записать вместе с теми же летучими рыбами. Позже эти записи издадут на пластинке под названием «Здесь и сейчас». Была среди них и песня «По совету, по секрету». Но тогда эти записи так и не превратились в официальный альбом. Дима явно не хотел повторяться и искал новое звучание. Хотя мы с Сашкой, Андрюшкиной, мы большие друзья, но это для меня был скорее эксперимент, вот в таком звуке, как мы Марию писали. Но я вообще, честно говоря, не вижу продолжения. То есть, проект был исчерпан этим альбомом. Это раз, а во-вторых, наши друзья, допустим, Рома Невмой, вскоре после меня на том же звуке записался с Андрюшкиным «Следующей рыбами» еще альбом. И то есть, продолжать эту Ниву, жать было, по-моему, лишним. Несмотря на то, что к тому времени Дима уже пять лет жил в Воронеже со своей четвертой женой и тремя детьми, работа над альбомом проходила в родном Новосибирске. Ведь именно там жил давний знакомый Лукича Александр Владыкин. Владыкин не только сыграл на множестве инструментов, но и занимался записью, аранжировками и сведением альбома. Тут Лукич подошел, когда позвонил, говорит, хочу вот такой вот альбом записать, который, чтобы он был прям вот очень такой трогательный и нежный, чтобы он прям, ну, как бы, отличался от всего, что было раньше. Я говорю, не знаю, у меня получится, ари нет. Ну, ты же, ты же сможешь, ты же, ты же, ты же. И тут, как он, любит, там, когда, любил, там, эфирамбо, да ты, Сань, да ты что, да мы с тобой сейчас такое сотрясем. В общем, я такой, ну, давай, говорю, высылаем материал. Он говорит, а что материал, я скоро приеду в Бродячую собаку, туда-сюда, в Новосибирские концерты, тут мы и запишем. Ну и ладно, он пришел, напел песенки под гитару, взяли коньячок, он спел и уехал. И все, вот, и начало такой вот альбома было. Также к работе над «Полярной звездой» была привлечена жена Владыкина Анна. Сибирская панктусовка хорошо знала эту девушку еще по тем временам, когда она носила фамилию Волкова и прозвище Нюрыч. Анна хорошо знала и Черного Лукича, и Егора Летова, а для небезызвестной Янки Дягилевой и вовсе была лучшей подругой. Именно ей Янка посвятила Нюркену песню, именно Волкова подпевала ей на этой записи. Так вот, Дима решил, что на альбоме «Полярная звезда» песню «По совету, по секрету» будет исполнять одна Анна. В один прекрасный раз он приехал в Новосибирск с концертами, и вот с таким каким-то вот намерением, со всеми, с кем он там поругался, как-то вот помириться. Ну и в том числе я была в этом списке. Он позвонил, там позвал на концерт. В поле ветер, в поле вьюдом, и не видно им конца. Только в волнах тихо светят безымянные сердца. Неразгаданное чудо, незаметная звезда. На этом Дима не остановился и привлек к записи еще одну женщину, свою бывшую жену Елену Поповскую. Удивительно, что несмотря на свою влюбчивость, музыкант сохранял хорошие отношения практически со всеми бывшими женами. И вот мне очень понравилось, у меня очень хорошее отношение с моей прошлой женой, с Леной. Она солистка Новосибирской филармонии именно по клавесину. И поскольку один из моих любимейших композиторов Микайл Теревердиев, у нас давно-давно с ней были планы записать какие-то такие клавесиновые версии моих песен. Может быть, каких-то, не всех, но некоторых. И вот три или четыре года эта идея витала, витала в воздухе. И вот, наконец-то, она хотя бы частично воплотилась вот в этом альбоме «Полярной звезде», где достаточно много клавесина. И вот Крас Лена Поповская играет. И здесь было очень интересно, поскольку почти все аранжировки делал Саша Владыкин, это до недавнего времени. В общем, сейчас он опять будет сотрудничать с «Калиновым мостом». Это клавишник и баянинг с «Калиновым мостом». И вот у нас был эксперимент попытаться совместить клавесин как символ западной классической музыки и баян как символ русской народной музыки. Ну, то есть, теоретически, мне казалось, что это должно быть очень красиво, потому что у клавесина очень колючий, такой острый звук, а у баяна, наоборот, звук такой, достаточно пространственный. Ну, и вот вы сейчас услышите, что, по-моему, на мой взгляд, мы первые, кто клавесин с баяном совместил. На мой взгляд, он очень... Кстати, лучше всего перекличка «Клавесина и баяна» слышна в третьей версии песни, где снова пел сам Дима. Эту версию можно найти на сборнике «Кривое колено» и услышать в клипе, который смонтировал некто Владимир из Ижевска, уже после смерти автора. Как написал монтажер, Дима когда-то хотел, чтобы на песню сняли видео, подобное по настроению, фильму Марлена Хуцеева «Июльский дождь» 1966 года выпуска. Или даже использовать кадры из фильма в клипе. Последнее – Владимир из Телла. Одиночество привычное, Белый цвет, зелёный цвет, Ожидание надежды, День проходит, Писем нет, Неразгаданное чудо, Незаметная звезда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня называлась «Я не точка». И в ней тоже была слышна перекличка Клавесина и Баяна. Интересно, что Дима даже питал робкую надежду, что песня прозвучит в очередном фильме Алексея Балабанова. В прошлом ролике я уже рассказывал, как этот режиссёр взял в свой фильм «Кочегар» две песни Чёрного Лукича, «Смешное сердце» и «Завял цветок». Ну, а Дима в свою очередь послал вместе с ними ещё и песню «Я не точка» в качестве бесплатного приложения и очевидного намёка. Нет, дело в том, что когда он выбрал уже две песни, я послал ему вот эту песню, то, что мы клип сели «Я не точка». Я послал, то есть он, монтажёр, передал, что эта песня не пойдёт в фильм. Но я думаю, что Алексей с каким-то уважением относится, раз он всё-таки мою песню выбрал. И я втайне надеюсь, что эта хорошая, добрая песня заронит в него зерно, и, может быть, следующий фильм он добрый снимет. Хватит уже? Я даже боюсь, как представить. Надо представить, что будет администрировать эта песня в новом фильме. Я уже страшно, что это будет. Хотя Дима очень любил песню «Я не точка», он считал её немного странной, добавляя, что не понимает толком, о чём она написана. Порой он даже иронизировал над песней на концертах, исполняя её в духе Луи Армстонга. Ну, такая, давайте я вам спою ещё одну новую песню. Для меня непонятную немножечко. Ну, то есть у меня какие-то... Дело в том, что я песни пишу, они почти целиком на каких-то очень личных внутренних ассоциациях основаны. А зритель вынужден просто воспринимать какой-то маленький мирок, который я создаю. Ну, и тот, кому этот мирок близок, он и воспринимает кому-то, наверное, не близок. Ну, давайте попробуем. Ну, уж не обижайся. Сейчас сначала «Я не точка». Я ужасно люблю эту песню. Вот что-то мне есть. Особенно вот это, знаете, «На души стук ревет, расставай, не упадут твои цветы». Что же делать? Я не... А кто поможет? Время. Вот в этом что-то есть. Вот что сам не понимаю, а что-то есть. Это как русскому человеку, главное, чтобы что-то было. Что же делал? Я не знаю. Кто поможет? Привет, Ликтор. Ты укола увольнишь на задание. Позабыть свое пальто. Что же касается клипа, то отношение у Димы к нему было неоднозначным. А следующий такой спорн. Давайте я спою эту песню просто в акустике, а вы послушайте, что получилось из нее в клипе. Есть такой человек, Олег, фамилию, не помню его. Он живет в городе Чистополь, в Татарии. И я давно хотел с ним посотрудничать, какой-то видеоматериал. У меня никогда не было… Это единственные два клипа, которые я за всю свою жизнь снял. Ну, сняты на моей песне. Я не прилагал к ним никаких… То есть там не было ни моих сценариев, ничего. Просто люди брали мои песни и делали то, что хотели. И я очень надеялся на сотрудничество с этим Олегом, потому что больше 10 лет я о нем слышал. Он пишет очень странную электронную музыку. И я видел его видеоработы. Они очень странные, достаточно авангардные. И, честно говоря, надеялся, что и мне он что-то такое сделает. Но, послушав мои песни, он решил, что я человек такой достаточно незамысловатый. В общем-то, он прав. И он такой клип незамысловатый сделал. Но мне очень нравится здесь. Я не знаю ни одного из персонажей. Людей, дети, люди снимаются. Это все какие-то его друзья, знакомые. То есть мне они неизвестны. Я хочу спеть песенку, которую мы сделали в клипе. Ну уж очень, конечно, он скромный получился. Я его ничего не сочинял, не утверждал. Нормальный. Стас нормальный? Влад нормальный. Стас нормальный. Отличный. Нормальный. Что же однозначно порадовало Диму, так это то, что на видео появился его старый друг Вадим Нехлюдов. Вопрос можно? Да. А в феврале индейца то ты или человек с лицом похожим на себя? Как прокурор? Ох ты, забыл. Нет. У меня есть друг, ну брат мой из Ижевска. Он прям настоящий индейец. Вот он как бы давно уже по индейским законам. Вот сейчас вот он вернулся в концерт. Ну в сентябре вернулся из Америки. Его там посвятили. И даже когда мы вдвоем с ним фотографируемся, когда я издалека смотрю, я даже не знаю, кто из нас слева, кто справа. Это мой братка. Он настоящий индейец. Это он этот. Он мне касочку не случайно нашел. То есть это настоящий сварщик прям. По забывшим клятвы детства не достигнут высоты. И на душистый клейер расставания упадут твои мечты. Но что же делать? Я не знаю, кто поможет, вряд ли кто. И ты уходишь на задание, по забыв свое пальто. Вынужден признать, что на последних альбомах Черного Лукича наблюдался явный перебор с обилием милоты. И дело здесь вовсе не в отсутствии панковской агрессии. В той же Девочке и Рысе никакой агрессии не было. Но был свой внутренний нерв, некий баланс теней и света. Конечно, и на Марии, и на Полярной Звезде было полно прекрасных песен. Вот только не хватало контрастов. Собранные вместе песни не усиливали свет друг друга, а, как мне кажется, наоборот, немного тускнели. Альбомам явно не доставало более драматичных и боевых композиций. Да, Дима Кузьмин часто оправдывался тем, что боевые песни у него сейчас не пишутся, а сочинять по щучьему велению, по своему хотению, он просто не умеет. С этим можно было бы согласиться, если бы в запасниках Черного Лукича не хранилось несколько отличных песен, которые могли бы здорово разбавить чересчур успокоенные альбомы. Некоторые из них даже имели студийное воплощение. Но то ли Дима был не до конца доволен аранжировками, то ли считал, что эти песни не вписываются в настроение последних релизов. Ты безоружен, ты никому не нужен, Тебя здесь только терпят до этих пор. Я не порочен, мама, я обесточен, мама, Я не потом тобой заточен, мама, мама. Я не порочен, мама, я обесточен, мама, Я не потом тобой заточен, мама, мама. Придёшь домой и скинешь плащ, Ты не сгорел в кислотной луже, И счастлив только потому, Что никому сейчас не нужен. Вчерашний выбор на груди, Как кислородная подушка, Ты вспомнишь песню о спире, И засмеешься, как старушка. Чёрный ёжик, белая птица, Ветер в ресницах, Реки втекают в моря. Не спится, если пробиться, Мы не сумеем, Значит, товарищ, всё зря. Правда, в том же 2011 году многие из этих изгоев таки нашли своё место на сборнике демозаписей «Кривое колено». Была среди них и боевая песня «Ещё не поздно», которую Дима начал исполнять на концертах с 2007 года. Правда, на записях она так и осталась только в сольном, акустическом исполнении. По словам Димы, одним из стимулов к созданию песни стал упомянутый выше друг-индеец Вадим Нехлюдов. Друзья мои, ещё одна новая песня, я хочу с вами поделиться. Я в последнее время такой человек уже лиричный, такой добрый. И у меня друг такой замечательный есть, Вадик Нехлюдов в Ижевске. И он говорит, «Димыч, люблю тебя! Ну что ты вот дедюже добрым таким стал? Ну что-нибудь такую бы песенку бы сочинил бы, ещё раз бы вспомнил бы молодость». Говорю, «Вадик, ну я вот прям не умею. Какие вот получаются, такие получаются». А тут Бэбик погиб, помните, такого Пик Лаксон-группа Адоль Гитлер. Ну и как бы утраты не прекратились, и что-то... В общем, сочинил я песню, как мне кажется, достаточно боевую, послушайте её. Это совсем новая, её мало кто слышал. Это, знаете, у меня друг есть очень хороший в городе Ижевске, Вадик Нехлюдов. И он мне говорит, «Димыч, что ты всё время лирику пишешь? Напиши песню, как кончились патроны, только новую». Вот я вот это написал. Ну, я считаю, что она хорошая. Спасибо. В итоге получилось своеобразное посвящение сибирским коллегам-рок-музыкантам, покинувшим этот мир. Да и вообще всем, кто ценил творческую свободу выше материальных благ. Расскажите, пожалуйста, о символике, о философии вашего прикида. То есть множество людей прикида. Ой, блин. Это про камушек на груди тебя. Расскажите, пожалуйста, зачем такая его прикида? Девушка, можно я скажу два слова? Дело в том, что у Игоря Фёдоровича не было никогда особого прикида. То есть он одевается, честно говоря, в то, что у него есть. Насколько я знаю. И поэтому следовать этой моде чрезвычайно трудно, насколько я понимаю. То есть это грубейшие вопросы. И, во всяком случае, молодежь не уследит. В любом случае, потому что сегодня у Егора черные джинсы, а завтра они у него стерили, если он купит себе белые джинсы. И больше ничего. У меня есть вот эта курточка, больше ничего нет. И паспорт, конечно. Знаете, хочу вам спеть песню. Такая, ну, серьезная, что ли, такая, лихая песня. Она называется, ну, там, рефрен, главный, кто жил на первых и последних этажах, а я однажды вдруг понял, что все мои друзья, вот, по жизни, они жили всегда на первых и последних этажах. А знаете, как вот, когда покупаешь квартиру, первый и последний не предлагать. Первый и последний не предлагать, рядом с метро, центр, 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 просто у моих друзей всегда были честные родители, которые обижали на работе, Ну, я вообще вот люблю как бы малых мира сего. Еще не поздно не занят теремок, и колобок не прокатил по всем дорожкам, летим он на север, через север, восток, и салютуемся букашкам, птицам, кошкам, кто жил на первых и последних этажах, и не ловил попутный ветер, кто умирал на наших глупых рубежах, не отступая ни на метр. А так получилось, что песня посвящается моим погибшим друзьям, и получилось, что все они жили на первых и последних этажах. Димка Селиванов жил на первом этаже в Хрущевке, Егор Литов жил на первом этаже в Хрущевке, братья Лищенко Олег и Женя жили на пятом этаже в пятиэтажке, у Ярки Дягилевой было все гораздо проще, в ее избушке совершенно мутлый, первый этаж был последним, то есть как бы там все еще не поздно забрыгивать вагон, потеряв в качестве при выигрыше в темпе, еще не выстрелил последний твой патрон, а нас так много на каждом километре. Кто жил на первых и последних этажах, ты не ловил попутный ветер, кто умирал на наших глупых рубежах, не отступая ни на метр. Ну что, не загнулись еще, да мы? Хе-хей, могем сочинять. Я такой был счастлив, когда эту песню сочинил. Вы что же? Конечно, все это временно, то, что сейчас этот кошмар происходит, весь этот анацинизм, все это временно. Это надо пережить. Но надо не играть, не играть по их правилам, надо играть по другим правилам и все время создавать вот такую духовную оппозицию, не уходить с этих последних рубежей. К сожалению, 19 ноября 2012 года Дима Кузьмин сам присоединился к сонму ушедших друзей. Насколько известно, сказались проблемы с сердцем. Ему было всего 48 лет, поэтому смерть Димы стала для всех неожиданностью и шоком. А ведь, как известно, он как раз собирался начать работу над новым альбомом. По одной из версий с Евгением Каргоповым, с которым записывал Девочку и Рысь, по другой с Александром Владыкиным, записывавшим Полярную звезду. Но судьба распорядилась иначе. Потом, когда мы с ним помирились, вот перед смертью уже начали писать новый альбом, вот он сказал, что, ну, звучания, как у тех трех альбомов, которые мы с ним записали, не было, и он, в общем-то, поэтому и пошел на примирение, что ну, чтобы создать еще раз, еще раз войти в эту реку, создать вот этот необыкновенный саунд. Он мне звонил, значит, из Воронежа, блин, давай еще один альбом. Я, говорит, уже нашел спонсоров. Я говорю, хорошо, высылай, будем делать. Я говорю, как альбом будет называться? Он говорит, я пока еще не придумал. Вот. И выслать не успел. Я не знаю, какие были песни, какие были 15 песен, если бы хотя бы он бы выслал бы хотя бы треки какие-то мне с голосом изначальный, тут можно было вообще сделать этот альбом уже вообще посмертно. Но не успел. Не успел. Очень жалько. И теперь нам осталось лишь хранить память о Диме и постараться, чтобы его чудесные песни продолжали слушать и петь. Будет весело и страшно, будет больно и смешно. Будет как на промокашке, будет как в немом кино. Будут белые палаты, будет добрый взгляд врача. Будут братья акробаты, три звонка и три ключа. с Смешку вашу Побеждённые травы Неугасимого дня Полюби румяной бледную Полюби богатой бедную Самый сильный Полюби убогую Самый видный Незаметную Добивай меня Кончились патроны Кончились патроны Кончились патроны Смешное сердце Способно только любить Смешное сердце В окошко глянет заря Смешное сердце Его так просто убить Смешное сердце Спешнее день Ото дня Что же делать? Я не знаю Кто поможет Вряд ли кто И ты Уходишь На задание Позовы Своё пальто Забы Что глаза Забудь обиды Расскажи мне Как я Что я видел Но запомнить не сумел Но запомнить не сумел Но запомнить не сумел Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я подготовил еще одну бонусную серию роликов Из тех материалов, что остались за рамками этого видео Так что подписывайтесь на мой канал И следите за новостями Ну а пока... Ну у нас, к сожалению, не так много времени Чтобы рассказать про каждую песню, какую-то историю Конец, конец! Концы буду! Субтитры создавал DimaTorzok Каргополовым и Еленой Поповской Еще в 1999 году для одноименного альбома Навсегда отличается Ну и время было другое уже И мы уже поняли, что можем гораздо пошире как-то звучать Появилась Лена Поповская За счет клавишных мы расширили звучание Навсегда Это же уже там Мы решили создать наиболее глобальное звучание Похожее, скажем, на рок-группу На Алтай мы поехали У нас была длинная поездка Около двух недель мы там ездили В августе И мы играли по деревням Для алтайских жителей Называлось это все Песни неба и земли Вот там мы познакомились уже конкретно И вскоре там Дима мне предложил Ну, чтобы я с ним вместе выступала И он тогда, вот я помню, что его очень сильно поразил Звук клавесины Он почему-то до этого никогда не слышал Он так удивился Причем это же синтезированный был клавесин Это не настоящий И все равно И вот у него сразу возникли идеи Как это можно использовать В его песнях И на самом деле так и вышло Как рассказывал сам Дима Песня была своеобразным подарком Для так и не снятого фильма Вопрос такой В описании к альбому «Навсегда» было указано Что песня «Ариэль и навсегда» написана для фильма «Лето почти прошло» Наталья Мадриченко Мадриченко, да Что-то за фильм в интернете информации нет? Спрашивают О, к сожалению Этот фильм, наверное, его никогда не будет Наташа Мадриченко такой удивительный Человек из Новосибирска Сейчас она живет в Москве Этот человек, который я очень люблю Наташенька Журналистка она И она пишет совершенно потрясающий сценарий Но поскольку мы говорили уже В нашем окаянном времени Здесь не нужны потрясающие Человеколюбивые Добрые сценарии Такие фильмы нам сейчас не нужны Но тогда, может быть, я еще тешился Какими-то иллюзиями в 99-м году И я ей сказал Чем я могу тебе помочь? Я могу написать тебе очень красивые песни Для твоего фильма И написать это Скромно Я свое место знаю И я написал Наташеньке две песни Но, к сожалению Я думал, что, может быть, кто-то послушает эти песни И заинтересуется сценарием И, может, все-таки снимут этот фильм Но вот уже 10 лет прошло, пока не заинтересовались Именно с того времени на концертах Черного Лукича появилась традиция Совершать выступление Это и жизнеутверждающей песни И кто я такой, чтобы нарушать эту добрую традицию? Я верю в будущее Я верю в наше будущее есть Я верю в наше будущее здесь В России Я очень светло смотрю в это будущее Я верю в хороших людей И как только меня посещает какая-то легкая тень В этом плане неуверенности или сомнения Господь мне всегда знакомит Подвигается на встречу с каким-то удивительным человеком Который тут же ведь все эти сомнения рассеивает Я поэтому очень светло смотрю на мир Следующая песня, она же последняя Спасибо, родные Посвящаюсь вам всем Песня волшебная, прошу учесть Кто услышал, прям будет счастливым всю оставшуюся жизнь Песня навсегда последняя Спасибо, что пришли Как всегда, навсегда Палчо Палчо Ушел Так пустая вода Что и вы, ведь жаль Да только Родить нельзя Ты Песенка моя Двадцать восемь строчек Двадцать восемь я Навсегда Солнце в небе Это навсегда Мы с тобою Это навсегда Ты не бойся Это навсегда Да Да Ну что, давайте покурим, а потом если захотим, то еще вернемся А мы из бити хватит Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...